Например, Володя Высоцкий, которым я очень близко дружила, не по наслышке, как многие, а я очень близко дружила, и я дико страдала, когда он погибал на моих глазах, и так страдала. Он очень страдал. Но, как сказать, все важно. Каждый кусок кирпичек в твоей жизни, он окрашен на определенные цвета. И, конечно, я понимаю, что вот это пора делать, вот это пора делать, вот это, понимаешь? В любом случае, для меня кусок кирпичек в жизни, прожитый в том или другом измерении, очень важен. А что о сегодняшнем дне можете сказать? В какое время мы живем? Что о сегодняшнем дне, думаете, можете сказать? В какое мы сегодня время живем? У кого? Мы сейчас, в какое время живем? Вот ваше мнение об этом. В тревожном. По моей точке зрения, как вам сказать? Время очень, во-первых, неустойчивое, во-вторых, абсолютно невозможно предсказать, куда оно вырвано. Понимаете? Это непонятно. Вот. Но, во в самом случае, не худшее время. А есть что-то, о чем вы жалеете больше всего, Зоя Борисовна? Повторите. О чем жалеете? Что-то, о чем жалеете? Я о чем жалею. Есть такое или нет? Ну, очень много, о чем. Очень много. Ну, как вам сказать? Ну, жалею о непридуманном. Жалею, что я некоторые книги задумывала, но не успела их написать. Очень много. Но вы же продолжаете писать. А прожитом куске времени, когда я не создала того, что могла бы создать. Зоя Борисовна, а вы же продолжаете писать книги. Расскажите о книге, которую вы дописываете. Нет, ну, сейчас я продолжаю писать новую книгу, которую я смотрю. Нет, ну, конечно, сегодняшний день. Стараюсь вместить в эту книгу новую. И о новых людях, с которыми, например, я подружилась с Светисовыми, который, вы знаете, чемпион по... Хоккею. А? Хоккей. По хоккею. Совершенно правильно. Очень с ними подружилась, потому что в какой-то степени я с ними породнилась. У меня внук женат на их потомки. Вот. И они мне очень симпатичны. Понравились мне очень. Вот я у них в доме пару раз уже была. Они меня очень принимали, они меня очень угощали. Вот. Но время. Понимаете, у меня всегда, если меня запросили, чего мне не хватает времени, невозможно не разорваться на части и поспеть сюда. Вот. Но... Стараюсь поспеть, чтобы полидаться, чтобы... А вот все жалитесь, что, конечно, очень... Жалею, что я совершенно... Один раз была у них, а больше я так и не выбралась. Но, в общем... Время. Почему помогали Тарковскому с его фильмом «Андрей Рублев»? Почему вам важно было помочь Тарковскому? Почему было важно помочь Тарковскому с его фильмом «Андрей Рублев»? Ну, во-первых, я твердо осознавала, что Андрей Рублев – гениальный фильм Тарковского. Поэтому мне было важно, когда его запрещали. И я помню этот момент, который вы... Может быть, даже нельзя рассказывать. Он мне сказал, я как-то иду, смотрю, сидит Андрей. И вот так, отчаянно, правый рот ногой, а сидит на столе. По дороге комиссия, которая в очередной раз запрещает его фильм. Вот. И я тогда вошла, ворвалась в эту комиссию и сказала ему, что... Что вы творите? Ну, что вы делаете? Вы губите гениального человека. В общем, короче говоря, мне удалось спасти тогда. Потому что я, во-первых, сказала, что это не годится так делать, а, во-вторых, я вообще не понимала, как можно такой фильм запрещать. Вот. Так что, таким путем время было суровое. Я жила очень многие эпохи очень сурового существования. Я не говорю, сталинское время. Было очень тяжелое. Вот. И много периодов в жизни, в которых было очень тяжелое время. А что помогало в тяжелые времена? Что помогало в тяжелые времена вам? Что было? У меня очень сильный мыслительный аппарат. У меня вот самой. Я всегда старалась найти какие-то лазейки, при которых я понимала, что должно быть лучше. Не будет так все время. Не может быть. А для вас самое светлое время-то какое? Самое светлое. Во-первых, гидресса. Я очень любила мой институт. Вот. Потом я получила там совершенно неизжданно, негодно, сталинскую стипендию. И я была сталинской стипендиатой во время моей учебы в Китисе. Там всего было на весь театральный вуз. Было пять. В таких стипендиатах я была одна из них. Вот. Очень любила Китис. Это очень счастливое время было для меня. Вот. Так что любила. Институт любил очень. Давайте два последних вопроса и все. Но большой отпечаток у вас в жизни оставила Таганка, Юрий Любимов, Высоцкий, вообще, в принципе, весь состав Таганка. Володя Высоцкий, конечно. И Таганка. С Володей я очень дружила. Могу сказать это не потому что постфактом, но я просто умирала за него. Сколько у него было несчастья, сколько было тревог, сколько было трагедий. Боже мой. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот если была возможность, какое бы вы событие повторили в жизни? Какое событие? Громче, скажи. Какое событие в жизни вы бы повторили, прожили бы еще раз? Еще раз вас обучится биться. О-о-о! Тем не легче. Слеза. А-в-о-за! Дочь или жилье, в сны, в сны львове, слизывая слезы, слушая дыхание твое, А-в-о-за! Сильнейшим днем гармонии! Ты знаешь, я сыник и паяц, что его великое паяние. А вы, товарищ Зубнович. Вот такой сюрприз еще. Я очень люблю его. Люблю и вообще он у меня в душе. Не все, кто был со мной знакомы, попадали мне в душе. Венька всегда попадал в душе. Спасибо, Зоя. Вот так. Глаша моя здесь тоже. Правда, посидевшая в бородках. Ну, бывает. Это для проформы. Нет, выглядишь прекрасно. И шар, молодец. Знаешь, на что похожи? Фраер. Тебя не было, когда Андрюша был с карденом с линкомовцами? Когда Юнона и Авось у Кардена целый месяц показывал Марк Загар. И мы оказались с Галочкой моей, с Глашей. А ты знаешь, что тогда случилось? Что им продлили. А? Им продлили пребывание в Париже. Нет, я говорю, что случилось на том спектакле, про который ты говоришь. Ну, на том ничего, а на спектакле... Нет, а я вам скажу, когда Кардена он посадил рядом с собой в квартире, то воспринял этот Карден совершенно по-другому и залез к нему в штаны. И у Андрюшка охватил такой ужас. А тот думал, что он его посадил именно ради того, чтобы они пообщались. Понимаешь, можно перевести любые слова, но юмор не переводил. Иер Карден, может быть, шутил. Нет вообще. Но они были в одинаковых... Почему шарф Галочкой надел? Потому что они оба были вот в таких шарфах. И Пьер, и Андрей. Когда мы пришли к ним на спектакль Юнона и Авось. Ну, конечно, господи, исторический спектакль, который... Даже нельзя повторить этот спектакль. Настолько он значимый. Вот так, что нечего тут сейчас говорить. Хорошо. Он сколько лет шел? Не помнишь? Сколько лет? Он сейчас... 40 лет идет уже. А, 40 лет идет и продолжается. Ну, без Караченцева это уже другое, конечно. Но, тем не менее, в Париже мы увидели с Колей Караченцевым, с которым мы дружили. Да. И у нас... А как это получилось, что Париж повезли? Это же интереснейшая история была. Наверняка ты позвонила президенту Франции. Ну, я потом когда-нибудь помню. Иначе очень много. Записываем в одну улыбку. Что? Что? Вопрос, как мы с тобой познакомились. Мы с тобой? Да. Ну, как театр Таганка. Понятно? Все знали. Таганка, они все... Напротив метро Таганка. Нет, я вам скажу, это интересно сказать. Это было совпадение, что наша квартира на Хотельнической набережной была в 15 метрах от театра Таганка. Поэтому очень много времени все таганковские актеры проводили у меня дома. Даже обедали. Много раз я им устраивал обеды. Потом другое, третье. Они были счастливы. Пардоне муа, мажери. А? Пардоне муа. Это неправда. У тебя в гвоздях были только два артиста, которых ты знаешь. Нет, это правда. Только мы с Володей Высоцким заслужили эту честь. Это было новоселье на Хотельниках. До вас там жил академик один, от которого остались, по-моему, тараканы. За что ты его не полепила. Чем угощали? Были в начале. Чем угощали? Когда нам дали эту квартиру, мы были в таком восторге, что наконец у нас есть своя квартира в Москве. Что даже нельзя было сказать. Но! Но! Через какое-то время мы подняли, что это недостаточно. Надо еще, чтобы была оборудована квартира. Надо, чтобы в нее ходить. И так далее, и так далее. Так и получилось. Все, господа. Все ходили к нам в гости. Очень много людей ходили в гости к нам на квартиру. Потому что вы были в двух шагах буквально. Да, это орден за заслуги к культуре и искусстве. Поэтому, позвольте, я сейчас сделаю и скажу несколько слов очень важных. Зоя Борисовна, для нас, вообще для всех присутствующих, я думаю, во-первых, большая честь сегодня быть в этот день рядом с вами. Очень вам благодарны. Очень хочется вам пожелать много сил, чтобы получалось все задуманное. Чтобы то, что получается, радовало. А вам огромные слова благодарности от всех нас. За ваш невероятный путь, за ваше творчество, за ваш труд, за ваши проекты, за этот центр, который наполнен людьми. И самого разного возраста, что очень важно. Очень тронуто в вашем присутствии. Спасибо. Еще раз повторюсь, что для меня это большая честь. И позвольте, я... Вот. Вот. Поздравляю. Браво. Спасибо большое. Я пойду выставку посмотрю. Спасибо. Сойдем. Спасибо. Спасибо.